Всем привет! Делаю видео обзор односпальных апартаментов в районе Банкрак. Интересные апартаменты с видом на море. Давайте смотреть. Сами апартаменты выполнены достаточно хорошо. Они уютные, хорошо декорированы. Итак, при входе мы слева попадаем в спальню. Спальня она небольшая, но здесь есть все, что необходимо. Это двухспальная кровать, квинсайз, кроватные тумбочки, кондиционер. Также здесь есть телевизор. Это хорошо. Дальше небольшой шкаф. Видим, есть фен, утюг, гладильная доска, вешалки. Все на месте. Давайте двигаться дальше. Дальше мы попадаем в санузел. Но, прежде чем посмотрим санузел, здесь видим полочки и вот есть сейф. Касаемо санузла. Здесь все хорошо. Вытяжка, раковина, большое зеркало. Неприятных запахов нет. Зона душа также выполнена хорошо. Стеклянная перегородка. Единственное назрекание, что здесь маленький поддон. А в остальном все вроде нормально. Слив находится под душем. Лейка, терпический душ. Все нормально. Все хорошо. Давайте смотреть дальше. Перемещаемся в гостиная плюс кухня. Смотрим, как она выполнена. Видим, есть обеденный стол. Четыре стула. Достаточно большой обеденный стол. Кухня выглядит симпатично. Она угловая. Видим, есть двухкамерный холодильник. Достаточно вместительный. Касаемо кухни, здесь четырехкомфорчная электроплита. Есть блендер, чайник, тостер, микроволновка. Видим, что предоставляют воду. Касаемо комплектации, здесь полный порядок. То есть, всякие сковородки, чашки и прочее здесь присутствуют. То есть, для готовки здесь есть все необходимое. Смотрим дальше. Есть кондиционер. Первый, который остужает обеденную зону. И вот там второй находится в гостиной зоне. Что касаемо гостиной зоны, она выглядит хорошо, уютно. Мне нравится то, что вот есть картины. Вот такие всякие подушечки. Сам по себе диван выглядит неплохо. Журнальный столик. Достаточно современный телевизор. Не исключаю тот факт, что это может быть смарт-ТВ. Видим, есть сушилка. И вот, как я уже говорил, есть кондиционер. Идем дальше. Видим, есть еще одно дополнительное кресло. И вот здесь такое вот кресло. Вот эти подушки, они должны находиться снаружи на мебели, которая находится на балконе. Давайте смотреть балкон. Балкон достаточно просторный. Здесь мы видим плетеная мебель, два кресла. Вот такой диван. Столик небольшой. Отмечу, что здесь небольшой минус, то, что крыша, она не полностью закрывает весь балкон. Поэтому с той стороны, если будет дождь, то там будет мокро. Касаемо вида. Вид здесь классный. Вид на море, на горы, на остров Панган. Все замечательно. Но на данный момент есть небольшой минус. Это стройка. Сейчас октябрь 2019 года. И эта стройка, она пока в самом процессе. Поэтому, когда вы будете бронировать, уточняйте, закончилась она или нет. Также отмечу, что здесь рядом находится аэропорт и слышно немножко самолеты. Вот там находится бассейн и тренажерный зал. Так, давайте посмотрим, как выглядит тренажерный зал. Видим, есть гантели. Есть кондиционер. Тут вот зеркало. Хорошо, что есть штанги. Это плюс. Так, 9 беговые дорожки. Пару ио-трекеров. Степперы. А, нет, даже не пару, даже больше. В принципе, здесь довольно-таки комфортно. Можно позаниматься спортом. То есть, есть самое основное. Теперь давайте посмотрим, как выглядит бассейн. Общий бассейн. Вы можете пользоваться в любое время суток. Есть лежаки. Бассейн имеет тип инфинити. Хороший вид на море. То есть, здесь, в принципе, приятно находиться. Также здесь можно готовить барбекю. Но для того, чтобы приготовить барбекю, вам нужно просто заранее забронировать. Это все входит в стоимость аренды. Так, вот такая зона отдыха. Обеденный стол. Есть диваны. И есть непосредственно сами барбекюшницы. Значит, смотрите. Газовая барбекюшница. Газовая она бесплатная. А угольная. То есть, вам нужно будет покупать свой уголь. То есть, вы бронируете. Говорите, что, допустим, завтра я хочу готовить барбекю. И для вас это просто местечко, вот эту лаунж-зону бронирует. Хороший бонус. В принципе, тренажерный зал, бассейн, зона отдыха с барбекю. В целом, апартаменты оставляют приятные впечатления. Мне нравится. Все просторно. Все уютно. Каких-то нареканий нет. То есть, себя здесь можно чувствовать комфортно. И главным, конечно, плюсом является этот вид. Кстати, вот эти стеклянные двери. Если их полностью открыть, то ваша гостиная может плавно переходить на балкон. И достаточно хорошо продувает, так как апартаменты находятся на возвышенности. Поэтому я рекомендую обратить на них особое внимание. А на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.